1 сентября стартует обязательная маркировка молочной продукции. Особенности грядущего нововведения обсудили в ходе брифинга на площадке регионального центра «Мой бизнес». На вопросы предпринимателей ответили за министра экономики и торговли Леонид Максимов, начальника отдела санитарного надзора Республиканского управления Роспотребнадзора Татьяна Болдырева, а также представители регоператора электронного документа оборота Санжи Джонов. Как пояснили спикеры, с 1 сентября оптовые и розничные продавцы будут обязаны передавать сведения об обороте маркированной молочной продукции через электронный документ оборот в системе «Честный знак». Розница торгующая молочкой с этой даты должна при продаже сканировать коды на кассе и передавать все сведения в систему с использованием онлайн-касс. 1 сентября надо протестировать процессы продажи и обеспечить 2D-сканеры на кассах, а также при необходимости обновить кассовое программное обеспечение. Благодаря соглашению между Центром «Мой бизнес» и регоператором у представителей бизнеса общества есть возможность возместить до 80% затрат на подключение к единой системе. Если же до указанного срока продавцом не будут соблюдены указанные выше условия, то с 1 сентября он не сможет торговать молочной продукцией, а за нарушение последуют штрафы. Предусмотрена административная ответственность. За это в соответствии с административным кодексом Российской Федерации, это статья 15.12, за несвоевременную передачу в информационную систему либо вообще непередачу, либо с какими-то нарушениями. Предусмотрена административная ответственность на физическое лицо от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, на юридическое лицо от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Мне попадают только случаи по 54-му ФЗ. Это, так остановлюсь, как это труднодоступные места, либо труднодоступные в связи с отсутствием интернета и так далее места. Они в 54-м ФЗ описаны более подробно. Для тех, кто ранее никогда не работал с табачной продукцией, то есть сейчас у них есть продукция молочная или упакованная вода, мы можем помочь с регистрируться на честном знаке. Также, что касается консультаций по работе, по приему документов, смортированные дополнительными годами, то же самое, на прамке. То есть, как отправлять документы, как наполнять ЮПД годами маркировки, что касается объема сортового учета, то, что сейчас вводится с 1 сентября, в принципе, все консультации, в принципе, для тех, кто уже работал с табачной продукцией, и у них сейчас будет молочная продукция или упакованная вода, достаточно просто зайти на сайт честный знак, полученный объем через электронную подпись, и в товарную группу добавить упакованную воду и молочную продукцию, и указать, каким участникам продавы и реалитической бородичной торговли, либо производителям. При продаже маркированной продукции, кассы должны быть прошиты под формат фискальных данных 1.2. Это было введено для того, чтобы при выбитке чека у клиента было рядом с товарной позицией, которую он купил маркированный, знак M+, это говорит о том, что этот товар был пройден проверку при продаже на сайте честный знак, и он является не каким-либо контрафактом, а действительно сертифицированным товаром.